Ретро-ретро, ретро-эфэм. Ретро-ретро, ретро-эфэм. Ретро-эфэм. Ретромания с Андреем Разиным. В 1974 году после распада группы «Атланты» Никольские присоединяются к группе Стаса Намина «Цветы». В это время «Цветы» стали профессионалами, поступив на работу в Московскую областную филармонию. Первая же вышедшая пластинка группы Стаса Намина – песня «Старый рояль». Была написана Никольским. Впрочем, долго эти два человека уживаться не могли. В конце 70-х годов композитор Максим Дунаевский пригласил Константина в свою группу «Фестиваль», которая записывала музыку к фильму «Три мушкетера», «Ах, этот вечер», «Мэри» и многие-многие другие фильмы. Группа сразу стала очень популярная и стала гастролировать по всей стране. На концертах группы «Фестиваль» Никольский пел свои песни. К тому времени он написал не только «Музыканта» и «Ночную птицу», а в 79-м году его коллега по цветам Андрей Сапунов стал участником только что появившейся группы «Воскресенье» и принес в его репертуар множество песен Никольского. Хотя сам он в тот период продолжал выступать с вокально-инструментальным ансамблем «Фестиваль» и заканчивалось свое музыкальное образование. Так в репертуаре «Воскресенье» появилась музыкант «Зеркало мира» «Играй со мной, гроза». Летом 1981 года и сам Никольский ненадолго примкнул к «Воскресенью». Вместе с Алексеем Романовым и Андреем Сапуновым и Михаилом Швякиным он участвовал в записи второго наиболее известного. Ретромания с Андреем Разиным 1983 года выступал соло в концертной программе «В едином ритме» называлась эта программа. Сотрудничал с жаз-роковой группой «Галактика» и помогал записываться их бывшему барабанщику Виталию Бондарчуку. А в сентябре 1986 года собрал свою первую группу и назвал ее «Зеркало мира», название которой дала одна из его песен. Периодически, меняя состав, Костя продолжал выступать. Сейчас Костя работает в соло. У него вышли альбом «Я бреду по бездорожью» «Один взгляд назад». Пару раз он принимал участие в попытках организации «Воскресенье», но так и не смог договориться с бывшими коллегами по поводу авторского права. Изредка Никольске решается выступать с программой, составленной из всех тех же старых добрых песен в залах концертного зала России или «Горбушки». Так, например, в октябре 2000 года последней студийной работой Никольск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова